Приветствовать на нашем сегодняшнем вебинаре, который посвящен очень важной теме. Вопросы, по которым поступали, это тоже как определить точку для входа в сделку, потому что для трейдеров, для начинающих трейдеров, для трейдеров, у которых есть уже определенный багаж начальных знаний, это очень важно, потому что это фактически влияет на результат, да, безусловно. Давайте начнем с предупреждения о рисках. Поэтому всегда важно понимать, что торговля на финансовых рынках, она связана с рисками, и не стоит переходить к работе на реальном счету, пока вы с этими рисками не ознакомились. Вся эта информация, которая будет даваться в рамках этого вебинара или всех других вебинаров, которые проводит компания AdMiralMarket, сдается только в цех вашего ознакомления и обучения, и не может восприниматься как прямая рекомендация к действию. Давайте познакомимся, меня зовут Исаков Роман. В компании AdMiralMarket я работаю уже более 7 лет, общаюсь непосредственно также и с клиентами компании, провожу обучающие вебинары, ну и безусловно сам занимаюсь трейдингом, то есть, ну, собственно, по этой причине я сейчас здесь перед вами. Соответственно, мой опыт трейдинга составляет порядка 8 лет, я пробовал разные торговые стратегии, разные торговые подходы, и пришел к такому мнению, что трейдеры каждый по себе уникален, да, то есть не существует двух трейдеров, у которых одна и та же торговая стратегия, поэтому я пропускаю через себя достаточно большое количество информации о различных торговых подходах, о различных методиках, в итоге пришел как раз к тому, как определяю точку дохода с моей позиции, я расскажу вам о тех важных моментах, на которые стоит обращать внимание, которые, безусловно, важны, и поделюсь уже также непосредственно своим опытом в этом отношении. Также я являюсь автором проекта, который мы ведем на нашем YouTube-канале AdMiralMarkets, и сейчас вам также приложу ссылочку, вы можете на него подписаться, и там несколько раз в неделю я провожу онлайн-стрим как раз непосредственно по разбору текущей ситуации и по поиску торговых идей, поэтому если для вас это было бы интересно, то подпишитесь на наш YouTube-канал и не пропустите. А вот к вопросу Максима запись она будет, и будет она также на нашем YouTube-канале, то есть поэтому важно на него подписаться, чтобы не пропустить эту информацию и в случае необходимости посмотреть запись. Итак, давайте буквально несколько, пару минут. Мне интересно, кто у нас собрались из наших слушателей. Напишите, пожалуйста, из какого вы города. Очень интересно. Напишите, пожалуйста, из какого вы города, и какой у вас опыт. Давайте договоримся таким образом. По поводу города там все понятно, как это написать. Давайте сделаем так. Если у вас есть опыт торговли на реальных счетах, неважно, одна сделка 10 лет, поставьте цифру 3, а если только на демо-счетах ни одной сделки на реальном счету не совершали, то цифру 2, и вот ни демо, ни реальный счет поставьте цифру 1. Напишите, пожалуйста, в чат, и это поможет мне также сориентироваться по поводу соотношения сил, кто у нас присутствует. Ну вот вижу Таллинн, Вильнюс, Екатеринбург, Санкт-Петербург, Таллинн, лично Москва, уже несколько стран, как минимум 3 страны я насчитал. Я думаю, что это пока еще не все участники, кто отметился, но вижу, что достаточно большое количество участников у нас имеет уже определенный торговый опыт. Соответственно, сейчас мы с вами поговорим о том, что же такое торговая стратегия, у меня будет определенная часть теоретическая, ее будет немного, она будет представлена на слайдах, но и мы уже будем переходить непосредственно в метатрейдеры для того, чтобы смотреть, что у нас происходит. По поводу торговой стратегии и идеи по точке для входа, здесь важно отметить то, что каждый трейдер фактически для себя выбирает то, как ему понятно определять ситуацию для входа в сделку. И в этом во многом мне в свое время помогла книга Билла Вильямса, которая называется «Торговый хаос». У нее было несколько изданий, она сейчас передо мной. И у нас проходит конкурс на нашем YouTube-канале, как раз все из участников данного вебинара могут выиграть эту книгу, получить ее домой, неважно, где вы находитесь, в Талине, в Вильямсе или в Нижнем Тагиле, а мы вам ее отправим. Для того, чтобы ее получить, я в свою очередь ее рекомендую в любом случае прочитать, может быть не в этом виде, но найти ее в интернете или купить в магазине. Книга очень помогает для того, чтобы понять, что рынок – это действительно что-то хаотичное, действительно там очень много вещей, которые непредсказуемы, но их можно систематизировать, то есть найти наиболее вероятный вариант исхода в той или иной ситуации. Если вы хотите получить эту книгу, то перейдите по ссылке, которая сейчас будет в чате, там будет наше видео как раз последнего стрима, который я записывал сегодня утром. Для того, чтобы ее получить, нужно поставить лайк к видео и написать комментарий о том, какую торговую стратегию вы используете, на основе чего вы открываете сделку, например, скользящая средняя или торговля по объему, буквально несколько слов, и в следующий понедельник среди тех, кто, соответственно, написал о своей торговой стратегии, мы разыграем эту книгу с помощью методов случайных чисел, выберем победителя и ее подарим. Поэтому вот отлично, я считаю, начало, поэтому посмотрите, зайдите, и буду желать удачи выиграть эту книгу, книга действительно очень хорошая и полезная. Ну что ж, будем переходить к основной теме нашего вебинара, о чем мы поговорим сегодня. Ну, во-первых, давайте мы разберем, что такое точка для входа, потому что для всех, как показывает практика, у всех вкладывают разные понятия в эту ситуацию. И сейчас мы познакомимся, что такое, что есть, да, точка для входа, то есть о чем мы будем отталкиваться. А потом мы поговорим о том, какие существуют методы анализа с точки зрения графических инструментов, индикаторов, и разберем, что такое, что значит эффективно, да, войти в сделку. Вот Евгений пишет, что мне в лотереях никогда не везло, но, может быть, это как раз будет тот случай, поэтому никогда не знаешь, когда, где может сработать, но если не сделать, то, соответственно, вероятность, она практически стремится на нулю, то есть, по крайней мере, нужно сделать какой-то шаг в этом направлении. Ну, я, Евгений, вам от себя желаю успехов, чтобы получить эту книгу. Давайте смотреть. Так, сейчас у меня, видимо, несколько загораживает презентация, точнее, я загораживаю презентацию, я сделаю ее на весь экран. Справа вы от себя видите окно чата, вы можете его перевести вправо, и тогда у вас будет уже непосредственно сама презентация, меня будет хорошо видно. Итак, что такое точка для входа? Я попытался уместить в одно понятие, да, то есть, как же это объяснить, что же это такое, и вот, что я для вас приготовил. То есть, точка для входа – это совокупность информации о цене в текущий момент, да, то есть, то, где сейчас находится цена, неважно какого актива, в момент времени с выбором наиболее вероятного направления движения. Если сравнить аналитика и трейдера, да, то есть, аналитик, я думаю, что вы читали большое количество аналитической информации, всегда аналитики говорят о двух вариантах исхода, да, то есть, есть основной сценарий, есть альтернативный сценарий, но трейдеру, да, нужно принять сделку по входу в какую-то одну из позиций, да, то есть, или купить, или продать, или, возможно, ничего не делать в текущий момент, поэтому для того, чтобы получить точку для входа, нужно проанализировать ту информацию, которая есть о рынке, об инструменте в текущий момент, и с помощью, опять же, различных методов анализа, да, то есть, это может быть и ганы, волновой анализ, и анализ объемов, и фьючерсный анализ, то есть, их очень много, но цель у этого одна, задача одна, понять, где мы будем входить в сделку, да, при каких условиях и в каком направлении, да, что является наиболее важным, поэтому мы собираем всю информацию, пропускаем ее через торговую стратегию, через торговую систему, и, соответственно, уже принимаем решение по входу в сделку. Следующий слайд, давайте, вот такие есть несколько ошибок, которые, которые есть у многих трейдеров, и не только у начинающих, да, кто-то торгует достаточно давно, вот, на самом деле, торговые стратегии, они у всех разные, да, у всех разные подходы, кто-то торгует на минутном таймфрейме, кто-то на часовом таймфрейме, кто-то на дневном, но вот ошибки у всех абсолютно одинаковые, да, вот, ну, такой парадокс. Какие ошибки чаще всего встречаются, да, то есть, очень важный момент, то, что трейдинг и инвестиции – это системный подход, да, то есть, вот здесь эмоциям должно уделяться крайне небольшое место, да, то есть, здесь взвешенное решение, оно дает результат. Если решение эмоционально, то, скорее всего, результат, ну, долгосрочный, предсторочный перспектива не предсказуем, поэтому те импульсивные решения, которые, например, могут появляться, когда мы открываем рынок, видим, что кто-то что-то сказал, рынок на это реагирует, оно начинает расти или падать, и мы впрыгиваем в эту сделку, а потом уже начинаем анализировать. То есть, должно быть от обратного. Сначала мы анализируем рынок, да, понимаем, хотим ли мы открыть сделку, затем мы открываем, но эмоции здесь должны быть на последнем месте. То есть, если вы в своей торговле понимаете, что вот достаточно большое количество сделок открываете импульсивно, посмотрите, какой результат, если он вас не устраивает, возможно, устраивает, тут я не могу сказать, но, возможно, нужно сделать шаг назад для того, чтобы посмотреть, какую же торговую стратегию вы используете для того, чтобы убрать эмоции в принципе, да, при открытии позиций. Отсутствие торгового плана – это когда совершается хаотичное открытие сделок, то есть сейчас я открыл индикатор MACD, потом я проанализировал тренд, здесь я использовал скользящую среднюю, то есть вот нет какого-то общего подхода, да, то есть общей идеи в торговле, а, соответственно, такое-такое метание от сделки к сделке, от торговой стратегии к торговой стратегии, оно также ни к чему хорошему не приводит. Тестировать торговую стратегию нужно, нужно изучать новые подходы, но для этого есть демо-счет или тестер-стратегии, который по истории дает вам возможность прогнать ту информацию, которую вы можете смоделировать, да, с точки зрения этого инструмента или этого актива. И уже потом ее, когда вы оттестировали на стратегии, когда вы понимаете, что вы хотите увидеть на рынке, уже дальше пробовать на реальном счету или дополнять вашу торговую стратегию. То есть нужно иметь скелет, да, скелет вашей торговой стратегии, и потом его уже дополнять различными дополнительными инструментами для анализа. Отсутствие контроля рисков – это тоже очень важный момент. Он заключается в том, что вероятность положительных сделок, она варьируется, да, то есть не может быть, ну, то, что я вам точно могу сказать, не может быть 100% прибыльных сделок, да, если мы берем там какую-то долгосрочную перспективу. Может быть 100% прибыльных сделок в день, но их не может быть 100% прибыльных сделок в год, да. Общий результат может быть положительным, но вытащенные сделки бывают, и это нормально. Важно помнить о том, что если закрывается сделка с убытком, чтобы вы не потеряли больше определенной суммы. Вот Александр Элдер, его книгу я тоже рекомендую почитать, потом мы ее тоже, кстати, будем разыгрывать, но вот чтобы ее не пропустить, будьте подписаны на наш YouTube-канал, мы обязательно об этом расскажем. Рекомендую использовать 2% риск на сделку. То есть это вот такое среднее значение, которое, ну, даст, дает возможность трейдеру иметь 50 ошибок подряд, да, что называть. Но это еще нужно постараться, чтобы было столько. Как правило, это варьируется, да, то есть от 1% до 5, опять же, в зависимости от торговой стратегии, от временных промежутков. Но всегда важно знать, чем вы рискуете. То есть вот риски, это, ну, вот условно, я катаюсь на сноуборде, да, и очень долго, долго время делаю это без шлема. Ну, вот мне казалось, что я все знаю, достаточно долго этим занимаюсь. Но если он есть, и если он один раз пригодился, значит, он уже себя окупил. То есть всегда нужно исходить из того, что если ситуация может произойти, то она обязательно произойдет. Если у вас есть шлем, если у вас есть стоп-лосс, если у вас есть контроль рисков, то вы будете максимально защищены от этой ситуации. Поэтому важно об этом помнить. Евгений задает вопрос, в чем разница между торговым планом и торговой стратегией. Торговая стратегия – это общая концепция, да, то есть общая концепция, по которой вы принимаете решение по открытию сделки. Например, торговля по тренду, да, то есть определение тренда на дневном таймфрейме и уточнение точки входа на часовом таймфрейме. Это торговая стратегия. А торговый план – это что вы будете делать в момент уже, к примеру, нахождения в сделке. То есть я открыл сделку здесь, стоп-лосс убираю за локальный минимум, затем, если цена движется в моем направлении, то я, например, закрываю часть объема или перемещаю стоп-лосс. То есть уже есть понимание, как эту сделку сопровождать. Потому что одно – это дело войти, да, а другое – это дело выйти, то есть что является немаловажным. То есть вот таким образом я бы ответил на ваш вопрос, да, с точки зрения, в чем же разница между торговым планом и торговой стратегией. Также у нас в конце вебинара будет возможность, ну, более подробно обсудить все вопросы, обязательно оставим на это время. Сейчас давайте перейдем к первому методу определения точки для входа. Это метод графический. Сюда я включил несколько составляющих. Это тренд, торговые уровни и свечные модели. Ну вот теперь время перейти в метатрейдер и непосредственно посмотреть о том, что же у нас, в чем это заключается. В чем это заключается. Сейчас я включу метатрейдер. Мне от вас также потребуется плюсик, что его видно. Поставьте, пожалуйста, плюс, что сейчас перед вами появился метатрейдер. И, собственно, я двинусь дальше. Отлично, спасибо большое. Давайте возьмем какой-нибудь инструмент для того, чтобы разобрать, да, с точки зрения того, что я имею в виду под определением тренда. Ну, во-первых, одно из правил технического анализа, но не то, что правил, да, постулатов, которым рекомендуется следовать, это то, что тренд наш друг и тренд с большей вероятностью продолжится, чем изменится. Соответственно, торговля, например, по тренду, она в этом отношении всегда будет, например, более эффективна, чем торговля контртрендовая. Сейчас я включу, например, ну, традиционно, наверное, если провести опрос, то, скорее всего, многие из участников назовут валютную пару евро-доллар. Ну, вот давайте мы ее и посмотрим, да, то есть с точки зрения того, что, о чем имеется в виду, да, с точки зрения определения тренда и точки для входа. То есть нам нужно понять, да, возвращаясь к понятию поиски точки до входа, то есть где мы находимся, да, то есть где мы сейчас, что для нас важно, какая информация. Я сейчас перед вами открыл недельный график евро-доллара, и нам нужно пронализировать его с точки зрения того, куда мы движемся, да, то есть какое направление выбрать, на покупку или на продажу. Да, потому что вот открыв график просто так, это не всегда понятно. Во-первых, да, с точки зрения тренда. Существует классический, классический момент, да, классический способ определения тренда, сейчас я его вам покажу, то есть то, чем я руководствуюсь и то, что я считаю довольно-таки эффективно. То есть тренд, это, неважно, восходящий или нисходящий, это или повышение локальных минимумов, да, для восходящего тренда, или понижение локальных максимумов, да, для тренда нисходящего. У него есть две фазы. Фаза роста, да, то есть импульс, надеюсь, что курсор сейчас мой видно, поставьте, пожалуйста, два плюсика, если мой курсор видно тоже сейчас в метатрейдере, чтобы я сразу же показывал. Отлично, спасибо большое. Соответственно, у нас есть фаза роста, это импульс и фаза коррекции. Так вот, тренд находится в этой фазе, да, то есть мы можем его называть трендом, если эти правила сохраняются. То есть мы видим сначала импульс, потом коррекция, потом обновление локального максимума, соответственно, это правило позволяет сохранять восходящий тренд, как в данном случае. Когда тренд меняется, первый признак, который мы с вами можем увидеть, это когда цена после обновления локального максимума, да, то есть мы ушли вверх, вот у нас тренд, и затем мы видим уход ниже данного уровня. То есть вот, такой принцип, такая модель, она в большинстве случаев является, ну, если не смена тренда, то, по крайней мере, предвестником начала коррекционного движения. И это правило, оно, соответственно, достаточно хорошо работает. На всех таймфреймах, но сейчас мы определяемся, то, где мы находимся, да, то есть если тренд, например, восходящий, то мы будем искать покупки, если тренд нисходящий, то будем искать непосредственно продажи. Если боковик, то работать в боковике. А если взять, ну, вот такое среднее значение по тому, что здесь мы с вами видим, то фактически то, что было в январе 2017 года, для нас, ну, не столь интересно. Вот, ну, посмотря, да, историю, видим, что здесь был период боковика, там, 15-й год, как раз до начала 2017 года, вот евродолг стоял в боковике. Здесь были достаточно хорошие тренды, порядка 800 тысяч пунктов, ну, вот верхние границы ходили к нижней. И, соответственно, если мы находились у верхней границы, то основное торговое дело было на продаже, да, то есть в сторону движения вниз. Если находились у нижней границы, соответственно, покупки, то есть и эта ситуация работала. Но рынок, он меняется, всегда меняются какие-то его составляющие, влияние на рынок, монетарная политика и все прочее. Нам это не столь важно, да, то есть нам важно разобрать основные принципы, которые нам будут помогать двигаться в этом направлении дальше. Какую здесь часть я бы взял? Я бы взял вот эту часть, да, то есть последнее движение, которое здесь у нас сохраняется. И уже переходя на более мелкий таймфрейм, то есть недельный таймфрейм его смотреть, смотрится он, как правило, гораздо реже, то есть более рабочий, то есть с точки зрения среднесрочных сделок, это дневной таймфрейм. Ну вот давайте мы его и посмотрим. Фактически здесь что мы с вами видим? Если взять достаточно средние такие показатели, то есть не беря все колебания, которые здесь мы с вами видели, мы с вами видим движение здесь, ну с точки зрения того тренда, который здесь мы можем с вами отметить, да, нисходящее. То есть вот мы движемся в формате нисходящего тренда. О чем нам это говорит? О том, что пока сделки на понижение здесь будут гораздо более интересными. И с точки зрения того же правила, которое мы сейчас с вами посмотрели, вот локальный максимум, опять же это для дневного таймфрейма, до него еще расти и расти, это порядка 500 пунктов. Давайте проверим, сколько у текущих цен. Да, порядка 500 пунктов. То есть вот если цена уйдет выше данного уровня, тогда идет уже перестройка торговой идеи, и мы ищем уже непосредственно покупки, а сейчас пока сохраняются продажи. Но опять же тенденция, она меняется постепенно. И вот для того, чтобы, ну достаточно сложно, да, вот взять просто дневной таймфрейм и по нему торговать. Всегда используется, то есть опять же, Элдер, да, вот поминал в своей книге, соотношение таймфреймов. То есть есть основной таймфрейм, который дает общую картину, да, для того, чтобы понимать, где мы сейчас движемся. И затем мы уже начинаем уточнять нашу точку для входа. То есть, например, если для вас рабочий таймфрейм, там, это 5 минут, то, соответственно, тренды, которые будут там на часовом, на 4-часовом таймфрейме, они являются основными, а точка уже уточняется непосредственно там на таймфрейме, на том таймфрейме, на котором принимается решение. Давайте посмотрим дальше, да, перейдем на 4-часовый таймфрейм. Здесь фактически уже более наглядно, более наглядно мы с вами видим вот такую формацию, да, то есть мы с вами видим то, что цена подходит к области сопротивления. То есть вот у нас есть тренд, да, достаточно устоявшийся. У нас здесь есть все те правила, о которых мы с вами говорили. Это импульс, коррекция, да, то есть цена не уходит выше локального максимума. Затем импульс, коррекция, да, то есть постепенно мы идем в фазе снижения. Импульс, опять, да, мы видим, что локальный минимум обновлен, и коррекция. То есть сейчас, да, вот если мы перейдем, да, с точки зрения 4-часового таймфрейма, который для нас в текущий момент наиболее интересен, мы с вами видим то, что цена находится в коррекционном восходящем движении, но общий тренд сохраняется восходящий. То есть вот основная ошибка, которая здесь бывает, когда трейдер посмотрел, ну, небольшой таймфрейм, там, например, часовой, потому что если мы с вами откроем час, то здесь мы с вами видим, что все растет, да, то есть вот, казалось бы, нужно покупать, то есть какие-то моменты это будет работать, да, то есть если бы открывать покупки-то, начиная с 11 марта, достаточно хорошо это работало. И, опять же, у нас нет гарантии, что вот этот тренд, который мы с вами посмотрели, на 4-часовом таймфрейме, он сохранится. Но, опять же, покупки, например, по самым максимальным значениям, они являются, ну, наименее интересными, потому что вероятность завершения у данного нисходящего тренда, она всегда будет гораздо более высокой. То есть мы должны видеть картину целиком и уже дальше искать точку для входа, да, с точки зрения того таймфрейма, на который мы смотрим. То есть вот сейчас, да, что мы получаем от рынка, да, что мы видим? То, что у нас тренд сохраняется восходящий. Есть ли точка на вход или, например, на продажу? Ну, вот теперь уже давайте будем смотреть. Какие сигналы, вот уже мы подошли, наверное, к наиболее, к более интересному вопросу, да, то есть что же нам может дать сигнал по точке входа, да. Опять же, смотря сейчас часовой таймфрейм, мы с вами точно так же видим локальный тренд, да, у нас здесь есть также восходящий импульс, есть коррекционный, то есть все сохраняется в рамках данного восходящего движения. То есть основной момент, что нам нужно понять, да, что нужно увидеть, это когда тренд начинает меняться. И если это часовой таймфрейм, то, соответственно, нам на часовом таймфрейме нужно подтверждение. То есть мы не можем просто открыть сделку от уровня, да, на продажу, потому что у нас нет подтверждения, потому что цена может пойти и дальше вверх, у нас нет уверенности, пока мы не получили какое-то минимальное подтверждение о том, что начинается, например, как в данном случае, нисходящее движение. И здесь уже вот как раз возникает вопрос о том, как определить точку для входа. Существуют разные методы. Один из этих методов как раз, ну, самый простой, да, самый простой, который мы здесь возьмем, это та формация импульс-коррекция, импульс-коррекция. То есть вот давайте посмотрим на те дни, которые у нас здесь были. Вот локальный максимум, выше, 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 опять выше, тут немножко скорректировались, но не ушли ниже минимальных значений. Опять выше, выше, выше и выше. То есть каждый локальный максимум, каждый день, начиная с 8 марта, цена обновляет локальный максимум. То есть это и подтверждает сохранение тенденции. Входить на продажу, пока, ну, вот данная формация сохраняется, ну, очень опасно. Это фактически как прыгивать в уходящий поезд или, ну, я думаю, что каждый, да, может из вас представить, какой пример я имею в виду. То есть важно получить подтверждение, что цена начинает двигаться в сторону нашего тренда, то есть в сторону нашего направления. Например, одним из таких ситуаций здесь может быть то, когда цена все-таки сможет пробить область минимальных значений, которые были сформированы за предыдущий торговый день. То есть вообще что такое дневной таймфрейм? День это, особенно для валютного рынка, то есть это 4 торговые сессии. Азиатская, австралийская, азиатская, европейская, американская. Соответственно, понять, как закрывается день, то есть мы видим, что у нас один день открылись, мы ниже, да, закрылись выше. То есть если закрытие происходит выше открытия, то это подтверждается крайне восходящей тенденцией. А когда возникает ситуация наоборот, когда цена начинает двигаться в противоположную сторону, это как раз приводит к перекосу силы от покупателей, как в данном случае, к продавцам. Но пока здесь еще этого сигнала не произошло. То есть один из примеров, то есть нам нужно увидеть какой-то рывок в сторону как раз вот того движения, которое мы отметили. И, например, в данном случае мы могли бы рассматривать ситуацию, при которой, ну, с точки зрения часового таймфрейма, по крайней мере, одна свеча закрепляется ниже локального минимума. То есть, ну, это вот одна часть из моей торговой стратегии, которую я использую, поэтому я, собственно, с нее иначе. Но давайте смотреть. Минимум 11 марта. Смотрим в следующий день. Цена пробила этот минимум или нет? То есть мы видим, что нет. Переносим на следующий. Видим пробитие? Нет, не видим. Следующий. Видим? Нет, не видим. То есть не нужно придумать сделку там, где ее нет, попросту говоря. Следующий минимум. Вот я ставлю на минимальное значение. Опять мы его не пробиваем. Следующий минимум. Опять мы торгуемся выше. Следующий минимум. И вот мы подошли к той ситуации, где мы находимся сейчас, в текущий момент. Соответственно, сейчас точки для входа на продажу здесь ее пока нет. То есть она еще не сформировалась. И, соответственно, если мы дождемся закрепления, вот как раз Евгений задает вопрос, сейчас я про это скажу, дождемся закрепления свечи, то мы получим сигнал на вход. Теперь давайте я расскажу. Давайте сделаем таким образом. Вот сейчас у вас должно быть... Сейчас я попробую здесь порисовать. Как раз должно быть удобно. То есть, смотрите, если у нас есть какой-то уровень, да, вот локальный уровень, неважно какой, у нас идет какое-то нисходящее движение. То есть, предположим, это нисходящее свечи, да, они идут по направлению вниз, да, вот таким образом. Мы взяли какой-то уровень, например, вот тот локальный минимум, который мы сейчас смотрели. А то, что цена его проколола, да, вот так, да, то есть просто пошла вниз, да, у нас здесь нисходящее направление. Это еще не пробитие. Оно должно быть подтверждено подтверждением. Опять же, такой универсальный метод определения пробития с точки зрения свечного анализа. Это когда, по крайней мере, одна свеча и открывается, и закрывается выше данного уровня. То есть, это первый, один из сигналов того, что как раз вот здесь тенденция может поменяться. Потому что бывают такие моменты, когда, например, следующим же движением, да, цена просто возвращается в тот же диапазон, который был. И мы с вами видим вот такой возврат. То есть, вот мы вернулись, вот мы вернулись, потом дальше уже пошли вновь на восходящее движение. Поэтому с точки зрения часового таймфрейма, например, который мы смотрим, то здесь крайне удобно, крайне удобно как раз определять все уровни, определить важный уровень. В данном случае, то есть, это работа уровня. И от него уже искать отбитие. Опять же, это универсальный метод. Вот, предположим, да, давайте вернемся в MetaTrader. Это один из как раз тоже аспектов графического анализа, определения уровней. И вот давайте посмотрим какую-то ситуацию, которая была чуть выше. То есть, ну вот, например, тот же самый тренд, который мы здесь видим. То есть, тренд это что-то условное. Но, начертив вот эту линию, перейдя на четырехчасовый таймфрейм, мы начинаем удивляться. Действительно, как бы здесь подошли, тут мы ожидали отбития от этого уровня, тут мы ожидали. То есть, вот, фактически, если мы вернемся на шаг назад, то вблизи этого уровня был сигнал к тому, чтобы приготовиться. Да, мы можем ожидать пробития, но нужно было ожидать подтверждения. Давайте перейдем на часовый таймфрейм и вот долистаем до той ситуации, которая была здесь. Вот, определен был локальный максимум, последнее максимальное значение. И, предположим, мы ищем следующее подтверждение, как пробитие торгового дня. Вот мы закрепились ниже минимальные значения, которые были сформированы, ну здесь, 28 февраля. Пробили их 4 марта. До этого, 1 марта, были такие вот попытки, да, вот давайте я чуть поближе сделаю, чтобы было лучше видно. Такими тенями, да, пытались проколоть. Вот это не пробитие, это не пробитие, это не пробитие. То есть, цена потом возвращалась. А вот уже на следующий день, когда мы увидели закрепление одной свечи ниже данного уровня, мы получили сигнал как раз на вход в сделку о том, что вот все, отсюда можно начинать продавать. Ну и дальше уже пошло нисходящее движение, которое, опять же, в рамках этого тренда обновило локальный минимум. То есть, той цели, которая, в принципе, первоначально была для сохранения тренда. То есть, импульс-коррекция, импульс-коррекция. Соответственно, в рамках сохранения данной информации, ближайшая цель – это дойти до локального минимума. То есть, это точно так же было здесь, да, вот когда цена пошла сюда, было здесь. Вот здесь была ближайшая цель, например, по фиксации прибыли. Дальше мы уже могли только предполагать, насколько сильным может быть это, например, снижение. То есть, вот, торговля от уровня. То есть, всегда очень сложно входить в каких-то ситуациях, когда мы находимся нигде, посередине ничего. Всегда нужно получать для себя информацию, от чего можно отталкиваться. Еще один момент, который здесь мы можем с вами рассмотреть, это, вот, взял чистый лист, например, такая ситуация, при которой мы с вами видим такую ситуацию. Очень часто она бывает, вот у нас идет какой-то боковик, да, какой-то флэт, и мы, например, ожидаем продажи. Да, то есть, мы ожидаем продажи. Очень часто цена выходит из этого боковика, да, пробивая локальный минимум, у нас появляется ретест к уровню. И вот, например, вход от этого уровня, как раз при ретесте к этому уровню, является наиболее оптимальной точкой для входа. Единственная разница, ну, состоит в том, что мы могли войти, то есть, этот сигнал мог появиться и здесь, да, и чуть ниже, например. Ну, и, соответственно, уровень стоп-лосс убирается за локальный максимум. То есть, вот такой простой ориентир, на что можно отталкиваться, да, с точки зрения присоединения непосредственно к сделке. Еще один важный момент, да, вот с точки зрения уровня. То есть, уровень, он не дает никакой информации без подтверждения. Цена может его пройти, может у него остановиться. Это не важно. То есть, всегда нужно получать, получать локальное подтверждение для того, чтобы убедиться, что цена действительно движется в том направлении, которое было выбрано. И, например, если посмотреть даже более крупный таймфрейм, очень большое количество уровней, которые работают зеркально, которые пробиваются, которые цена проходит, к ним возвращается. И которые являются также ориентирами для присоединения, например, в ту или иную сделку, в ту или иную позицию. Поэтому, с точки зрения часового таймфрейма, например, то есть, вот здесь то, что дает нам сигнал на вход, это тот ориентир по направлению непосредственно движения, которое у нас есть. Давайте еще разберем один пример. Пример. Давайте разберем еще один пример. Это ситуация, при которой мы, например, с точки зрения свечей, то есть, один еще из элементов графического анализа, это японские свечи. Я считаю, они максимально информативные и всем рекомендую их использовать на своих гражданках для того, чтобы понимать, куда движется рынок. Давайте нарисуем такую схему. Мы с вами возьмем дневной таймфрейм, то есть, это D1. У нас идет движение восходящее. То есть, рост, рост, рост. Хватит роста. И, предположим, у нас появилась вот такая свеча. Называется модель DOGE. Что она дает, если не привязываться к названиям, что она дает, если разобраться в принципе в свойствах. То есть, у нас всю дорогу покупатели были сильнее продавцов, но вот в какой-то момент в какой-то пиковой области появилось равносильное значение. То есть, покупатели купили столько, сколько купили продавцы. То есть, происходит смена инициатив. То есть, покупатели становятся не так сильны, и вероятность того, что продавцы начнут продавливать вот это движение, она становится выше. И здесь появляется, например, следующее подтверждение входа в сделку. То есть, если цена обновляет локальный минимум, то есть, начинается нисходящее движение. То есть, вот это сигнал для входа в сделку. То есть, отсюда можно уже искать продажи. Есть уровень, куда поставить стоп-лосс. И, соответственно, дальше мы движемся уже в данном направлении. То есть, мы посмотрели это с точки зрения часового таймфрейма, для того, чтобы провести аналогию. То есть, почему я, например, смотрю на часовом таймфрейме, но свяжусь за минимум предыдущего торгового дня. То есть, вот если мы сейчас вернулись на график, и давайте попробуем как раз посмотреть дневной таймфрейм. Вот. Предыдущие движения, которые мы смотрели, то есть, точно такая же модель. Мы сначала, было несколько свечей роста, да, то есть, были попытки начала нисходящего движения чуть раньше. Но мы доросли до, вот, до, фактически этой трендовой линии. Здесь появилась свечная модель с длинным телом наверху, длинной тенью наверху, длинным телом внизу. То есть, падающая звезда называется эта модель, вспомнил. Соответственно, когда дальше идет обновление локального минимума, то есть, когда цена закрепляется ниже данного уровня, уходит ниже этого уровня, то начинается уже как раз нисходящее движение. То есть, вот, это еще один из тех принципов, которые существуют, да, с точки зрения определения. То есть, фактически, по свечному анализу, там, существует 2-3 основных. На самом деле, Стив Ниссон написал в книге, там, порядка 300. Я, честно, пытался их многие найти на инструментах, но понял, что многие из них встречаются, там, раз в несколько лет, поэтому я выделил несколько основных. Первый, это как раз, когда появляется свеча с длинными тенями, но маленьким телом, как, например, вот эта свеча, которая здесь была, или вот как здесь. То есть, она появляется на пиковых значениях и может быть предвестником или начала коррекции, или смены тренда. То есть, после этого начинается движение. И вторая модель, это модель поглощения. То есть, когда свеча, последующая свеча перекрывает предыдущую своим телом. Как, например, было вот здесь. То есть, вот, смотрите, здесь очень хорошо видно как раз переход инициативы от продавцов к покупателям. То есть, мы давили вниз, свеча, достаточно большая свеча, видимо, были большие объемы, показали локальный минимум, а на следующий день продавцы все это откупили. То есть, мы даже закрылись выше предыдущего открытия. То есть, после этого уже мы можем ожидать, вот, как в данном случае было, коррекционный восходящий движение. То есть, это нам дает сигнал к тому, что вот мы начинаем двигаться в сторону нашего тренда. Потому что остановиться, мы не знаем, где цена остановится. Мы могли уйти ниже еще на 500, на 600 пунктов, это не важно. Важно получать как раз локальные подтверждения с точки зрения текущей ситуации, текущих моментов и, соответственно, уже, исходя из этого, переходить к тем ситуациям, которые были сформированы на рынке. Сейчас вернусь к тому, что мы с вами смотрели. То есть, с точки зрения графического анализа нам нужно, да, давайте резюмируем быстро, определить тренд, определить те торговые уровни, где цена может остановиться, как мы сейчас сделали с точки зрения определения, например, тренда. Это мог быть и боковик, да, боковое движение. То есть, от чего отталкивать, да, то есть, где наметить. И дополнительно к этому мы можем применить свечные модели, которые уже дают определенное подтверждение, да, то есть, как это начнет отрабатываться. Вот Евгений задает вопрос, да, например, нужно ли ждать закрытия свечи за минимум разворотной свечи. Смотрите, очень важно, да, с точки зрения свечного анализа ждать закрытия той свечи, на которую вы смотрите. Потому что, если это часовой таймфрейм, и, вот, например, цена прокалывает, да, прокалывает уровень, вот пока она не закрылась, то это еще ничего не значит. То есть, все может поменяться очень быстро, цена вернется, и практически это можно будет назвать ложным пробоем. Если мы говорим о дневном таймфрейме, да, и смотрим дневную свечу, то, безусловно, нужно дождаться, когда вот именно закроется свеча, да, начнется следующая, вот тогда мы можем понять, начали мы двигаться в ту сторону или нет. То есть, вот пока цена движется, то есть, пока открыт день, да, все может поменяться очень быстро. Поэтому всегда, если смотрим на свечи, всегда дожидаемся, ну, вот, там, сигнальной свечи, которая уже, например, закрылась. Методы компьютерного анализа, то есть, это другая составляющая, потому что, с одной стороны, например, определение точки для входа, вот, тем методом, который я показал, он, ну, может показаться довольно-таки субъективным, да, но это, опять же, определенные правила, которые, которым нужно следовать, то, вот, например, метод для определения точки для входа с помощью индикаторов, он уже более, так скажем, подвержен нашему мнению, нашему влиянию. Здесь давайте поговорим о том, то есть, опять же, нам нужно к чему-то привязаться, да, то есть, что нам дает понимание, что нам нужно в сделку входить. Не важно, что это будут свечи, скользящие средние, там, еще какие-то индикаторы. Для нас, вот, нужно увидеть вот этот сигнал, да, зеленый свет светофора, что, вот, все, отсюда мы начинаем сделку. Вот это и есть, как раз, определение точки для входа. Теперь давайте поговорим о том, как используется индикатор, да, то есть, как это можно применять. Вернусь в MetaTrader и покажу один пример, наверное, который был в моей практике, который был в моей практике, то есть, то, что я, собственно, использовал, то, что я использовал. Ну, собственно, вот, сейчас это перед вами. Кому нравится, поставьте плюсик, кому не нравится, поставьте минус. Смысл вот того, что сейчас нанесено на графике, это, ну, достаточно большое количество инструментов, которые я в свое время использовал, многие из них использовал вместе. То есть, ну, вот, в какой-то момент на моем графике было, ну, с точки зрения использования компьютерных индикаторов, порядка 10-15 различных инструментов, которые я использовал, которые, как мне казалось, дают понимание о том, что тоже происходит на рынке. Но это оказалось не так, я начал удалять один за одним и понял, что можно и без этого. То есть, здесь работает принцип «больше не значит лучше», да, то есть, не нужно 15 дополнительных индикаторов, которые вам могут подтвердить. То есть, ну, вот здесь, то есть, почему это произошло, почему я начал от этого отказываться, потому что в какой-то определенный момент я понял, что, ну, цены-то не видно, да, то есть, тут какие-то столбики, и очень много появляется взаимоисключающих ситуаций, да. То есть, здесь вроде есть сигнал, а тут индикатор другого цвета, и вроде сделки во вход нет. То есть, ну, просто они были несовместимы, например, в какой-то момент. Давайте откроем, то есть, вот это тоже одна из идей, которую я хотел пронести через этот вебинар, о том, что не нужно использовать все, что можно. То есть, все индикаторы, которые есть в метатрейдере, это, ну, абсолютно необязательно. Достаточно использовать несколько, которые друг друга подтверждают. И давайте сейчас, вот на примере того же евро-доллара, мы посмотрим, что у нас есть. Один из основных инструментов, который нам дает, в принципе, понимание того, куда движется цена, это скаляющий средний. Он находится в разделе «Трендовый», почему я его и назвал, «Moving Average», скаляющий средний, как основа торговой стратегии. Вот давайте мы поставим сюда инструмент, спиридон 21, метод «Simple», и, ну, поставлю чуть больше красным цветом, да. То есть, идея по данной торговой стратегии, то есть, опять же, это точка для входа, да. Цена закрепилась выше данного максимума, мы уже с вами знаем, что такое закрепление с точки зрения свечного анализа, то есть, вот, отсюда мы можем покупать. Зашла вниз, можем продавать, да, все, казалось бы, достаточно просто. То есть, ну, это вот то, от чего мы отталкиваемся. Этому учат всегда, там, ну, всегда на базовом обучении, да, рассказывают, как это происходит. В какой-то момент это может даже очень хорошо работать, если на рынке есть тренд, но не всем подходит, да, что называется. Естественно, что здесь мы с вами невооруженным взглядом видим достаточно большое количество ложных сигналов, да, ложных пробитий. Цена идет то в одном направлении, то в другом, что нам фактически не помогает для входа в сделок. То есть, в лучшем случае здесь мы будем колебаться где-то около нуля по нашим сделкам. Давайте добавим сюда еще один индикатор, тот же самый Moving Average, но с периодом 50. Метод поставим экспоненциальный и цвет я ему тоже поменяю, чтобы нам было лучше видно его визуально. Что мы здесь получили? Мы получили определенный фильтр, да, который нам дает возможность убрать ложные сигналы, которые сейчас мы видим на графике, и уже исходя из этого ориентироваться на вход в сделку. То есть, например, сигнал на вход на покупку, то есть, да, вот на начало этой коррекции, он появился также 11 марта. Когда цена начала двигаться, восходящее движение, то есть, очень многие инструменты, они повторяют те движения, которые есть. Ну, безусловно, никакой индикатор не покажет нам то, что будет в будущем. Он покажет только то, что есть сейчас, и об этом важно помнить. То есть, любой индикатор – это просто математическое выражение цены. Он берет цену, проецирует его по определенной формуле и, соответственно, транслирует уже непосредственно нам в метатрейдер, да, то есть, где мы видим то или иное направление. А, соответственно, что мы здесь видим? Вот сигнал появился здесь, и вот отсюда мы можем, да, уже говорить о том, что можно начинать покупать. Покупать до тех пор, пока, например, не получим сигнал в противоположную сторону. Но, опять же, обращу ваше внимание на то, что принцип сохранения трендов, то есть, определение тренда на более крупном таймфрейме и работа в сторону этого направления, на более мелком, она всегда будет работать очень хорошо вот в этой связке. То есть, если мы с вами видим, вот с точки зрения, например, опять же, дневного таймфрейма, что тренд у нас здесь идет нисходящий, да, то есть, пока не пересеклись вот эти скаляющие средние, мы не получили сигнал на отмену данного нисходящего сценария, то и на, например, часовом таймфрейме те сделки, которые открываются в сторону основного тренда, то есть, на sell, они будут более надежны. То есть, безусловно, работать по контртрендовой стратегии тоже возможно, но я думаю, что это уже тема отдельного вебинара, мы обязательно об этом поговорим на нашей следующей встрече. Сейчас разбираем, непосредственно, к чему привязаться, да, с точки зрения точек до входа. Не всегда достаточно только двух мувингов, поэтому мы можем дополнительно использовать несколько индикаторов. Ну вот я добавлю сюда один, например, такой тоже достаточно популярный индикатор, это индикатор MACD. Параметры я оставлю стандартный, сделаю только его чуть поплотнее, чтобы было лучше видно. И что он дает? Он очень схож с принципом, когда мы нарисовали трендовую линию, да, и вот условно видим какой-то сигнал, что цена к этому уровню подходит. То есть, некую предпосылку к тому, что тенденция может поменяться. Так вот, и индикатор MACD, он обладает точно таким же инструментом. Принцип называется дивергенция. Дивергенция, конвергенция. Как это работает? Ну вот давайте мы на текущем графике найдем два локальных максимума и их сопоставим. То есть, в области максимальной значения, то есть, ну вот два дня максимум. Возьмем понедельник и максимум вторник. И вот теперь давайте их соединим. Соединим здесь и соединим здесь. Что мы с вами видим? То, что они идут в разном направлении. То есть, когда тренд набирал силу, да, вот первые несколько торговых дней вот здесь, локальный максимум шел выше и выше, то есть, соответственно, движение, оно повторялось, да, то есть, оно было практически идентичным по характеру импульс-коррекция, импульс-коррекция. А вот сейчас что-то поменялось. То есть, уже объемы становятся меньше, рынок не так активно двигается. И вот этот момент, он очень часто является, ну, это не сигнал к входу, это сигнал к приготовиться, да, то есть, желтый свет светофора. То, что вот сейчас здесь может произойти смена тренда, а может и не произойти. Для того, чтобы понять, произошла она или нет, да, или мы начали двигаться в том направлении, нам нужно уже получить сигнал с точки зрения наших скалящих средних, которые мы с вами смотрим на часовом таймфрейме. То есть, приготовиться к тому, чтобы открыть сделку, если этот сигнал будет. То есть, это не значит, что нужно сейчас сделку открывать, он обязательно там появится, он там железобетонно появится. Нет, это не должно быть так. Есть сигнал, если он сформирован, то тогда сделка открывается. И дальше уже по факту идет разбор какой-то торговой идеи, да, такой ситуации, которая была, возможно, можно было сделать чуть лучше, возможно, чуть более надежно войти. Но это уже нюансы. И, соответственно, сейчас, сейчас по данному инструменту мы с вами видим то, что, ну, сигнала входа нет. Ну, там, где его нет, его не нужно придумать. То есть, нужно, опять же, дождаться той ситуации, которая появляется, и уже непосредственно торговать, да, с использованием дополнительных подтверждений. То есть, резюмируя используем метод графического анализа, метод компьютерных индикаторов, то есть, нужно взять основу, да, то есть, ну, вот, например, скаляющая средняя, и, опять же, найти для себя те подтверждения, которые дают понимание, что рынок начинает двигаться в нашем направлении. Как, например, пересечение этих скаляющих средних, тогда мы понимаем, что уже ситуация начинает двигаться в нашу сторону. О чем важно помнить, да, о чем важно помнить? То, что сделку, да, то есть, для чего мы здесь с вами собрались, для того, чтобы понять, что это точка для входа. То есть, сделку нужно планировать заранее. Сделка не может быть, там, сначала открыли, да, то есть, вбежали в эту сделку с разбега, а потом уже начинаем разбираться, да, то есть, смотреть аналитиков, которые думают, как и мы, и верить им, или искать какие-то дополнительные подтверждения, которые нам дают подсказку, то, что мы все сделали правильно. То есть, мы становимся практически необъективными в этой ситуации, да, об этом важно помнить. То есть, всегда до момента входа в сделку у вас должно быть понимание, что вы будете делать, если цена пойдет вот так, да, или что я хочу увидеть для того, чтобы открыть сделку, и просто дождаться этого момента. Если ее нет, переходим на следующий график, следующий, 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 пока не найдем, да, какую-то ситуацию на вход. Но если по вашей торговой стратегии, там, ситуация появляется раз в день, то есть, ну, значит, до следующего дня, возможно, в следующий день что-то появится. Сделки по тренду, они всегда имеют больше потенциала, чем контртренд. Здесь, например, также существуют такие различные методы, как контроль риска, то есть, я вот лично для себя использую такой принцип, если сделка открывается по тренду, да, то есть, в самом начале, в самом начале направления, по тренду, да, то есть, я использую максимальный риск, который могу себе позволить, да, то есть, ну, как правило, это 1%. Если сделка открывается контртрендово, то я открою риск с меньшим значением, то есть, там, например, полпроцента или еще меньше, опять же, в зависимости от ситуации. Ну и контроль рисков, то есть, здесь без этого, к сожалению, никуда, то есть, мы не можем просто себе позволить, да, то есть, вот, не бывает такого, что взять одну торговую идею, и вот мы будем в ней на 100% уверены. Это рынок, тут ни в чем нельзя быть на 100% уверенным. Если что-то должно пойти не так, оно обязательно пойдет, и нужно из этого исходить. Соответственно, контроль рисков, да, то есть, уменьшение рисковой составляющей, то есть, когда мы открываем с вами сделку, ставим стоп-лосс, выбирая такой объем, чтобы мы не потеряли больше, чем мы можем себе позволить, он как раз и позволяет минимизировать, минимизировать вот этот риск, да, входа в позицию, входа в сделку в какой-то определенный момент. И, соответственно, мы получаем для себя более надежный сигнал. А теперь, давайте перейдем непосредственно в метатрейдер, ну, очень быстро у нас, мне кажется, пролетели просто эти 50 минут. Давайте вернемся в метатрейдер, а еще вот те ваши вопросы, которые у вас есть, вы можете их написать, да, написать в чат. Давайте посмотрим по текущей ситуации, то есть, я расскажу, опять же, несколько своих мыслей по текущему моменту, да, по текущей ситуации, и с вами поделюсь. Также, коллеги, те, кто присоединился к нам чуть позже, хочу сказать, что вот есть, соответственно, возможность выиграть книгу Билла Вильямс «Торговый хаос», очень ее рекомендую прочитать. Выиграть ее можно следующим образом. На нашем YouTube-канале я провожу каждую, ну, несколько раз в неделю стрим, на котором как раз рассказываю о своих торговых идеях, открываю сделки, и там мы разыгрываем как раз эту книгу. Вот для того, чтобы ее, поучаствовать, принять участие в конкурсе, то все, перейдите по этой ссылке. Так, похоже, что не та ссылка. Да, вот она. Перейдите по этой ссылке, поставьте лайк видео и напишите буквально несколько слов о том, что лежит в основе вашей торговой стратегии. И в следующий понедельник, опять же, в формате наших трансляций, мы методом случайных чисел, то есть здесь не будет победить ни у кого лучше торговая стратегия, здесь все будет решать случай, и каждый может получить вот эту замечательную книгу себе в подарок, неважно, где вы находитесь. Евгений задает вопрос после расчистки графика, какие индикаторы вы оставили себе для работы. Скажем так, были многие индикаторы, которые мне давали возможность понять сам принцип, сам характер движения, который есть. Как таковые индикаторы я не использую. То есть, например, свечные модели, но, опять же, индикатор, здесь мы можем назвать это общим словом, то есть то, что дает подсказку. Вот наиболее интересным индикатором для меня это, можно сказать, являются японские свечи, потому что это фактически проекция настроения рынка, то есть что там происходит. Чуть позже еще вернемся к этим вопросам, и все остальные участники также могут написать ваши вопросы. Давайте теперь перейдем в метатрейдер, я посмотрим этих сделок, которые в формате данного проекта, где я торгую на своем счету, у нас открыты. Если подпишетесь также на наш YouTube-канал, то будут вам приходить информации о новых стримах, и, соответственно, там мы с вами будем встречаться, уже смотреть то, что у нас происходит на рынке сейчас. Ну, во-первых, да, во-первых, я напомню о том, что сегодня будет информация по процентной ставке США, да, ФРС опубликует эти данные, буквально через час, да, буквально через час эти данные выйдут. По ожиданиям ставка останется на прежнем уровне, то есть порядка 98% за то, что ставка не поменяется, а, соответственно, вряд ли мы увидим какую-то сильную реакцию рынка. Но что это нам дает? Во-первых, ставки повышаются в течение всего года достаточно планомерно, в течение последних даже двух лет. И американский доллар, он, соответственно, на этом фоне рост. То есть основная тенденция сейчас на рынке, которая есть, с точки зрения общего направления американского доллара, это рост, да, и вот как раз выход этих данных, он может вернуть нас обратно, то есть завершить коррекцию и продолжить дальше уже непосредственно восходящее движение. Здесь я взял несколько инструментов, в том числе и для, например, диверсификации. Вот, например, у меня открыта сделка по паре американский доллар-канадский доллар. Тут мы, последняя сделка, которую я уже закрыл, да, она была на снижение, как раз контртрендовая, она была с 11 марта, да, закрылась она 15 марта. То есть вот как раз когда мы стали пытаться возвращаться в данный диапазон. Сейчас у меня сделка на продажу здесь сохраняется, но вот с большей вероятностью она, конечно, закроется по стоп-лоссу, то есть стоп-лосс стоит за локальным максимумом, за максимумом вчерашнего дня. Если мы пробиваем, как раз, скорее всего, новости будет этим драйвером, то, собственно, из этой сделки я выйду. Но тут для меня торговая идея, она будет заключаться в том, что в том случае, если цена закрепляется выше локального максимума вчерашнего дня, то есть это может произойти сегодня, то я буду, опять же, для себя искать переворот непосредственно в покупке в сторону основного тренда. Сейчас я стою на коррекции только с точки зрения того, что очень часто, когда мы находимся посередине какого-то движения, вот, например, сейчас, да, 4-часовой таймфрейм, то есть вот по евро-доллару довольно-таки хорошо было видно. Вот здесь, если мы смотрим 4-часовой таймфрейм, да, вот у нас здесь есть, например, ну вот это трендовое движение мы здесь можем нарисовать. Мы будем достаточно далеко от линии тренда, и мы находимся вот где-то посередине, да, то есть ни наверху, ни внизу, и мы никогда не знаем, как рынок среагирует. Поэтому очень часто я, например, открываю позицию небольшим объемом, и потом, если движение подтверждается, то к этому начинаю наращивать позицию. То есть что, собственно, здесь я ожидал. То есть если сделка закроется по стоп-лоссу, то это меньше 0,2%, то есть это не так страшно, но тем не менее. То есть я уже буду рассматривать эту ситуацию по-другому. То есть сейчас, если мы закроемся выше данных локальных максимумов, то я буду искать уже для себя непосредственно покупки. И вот несколько позиций как раз были открыты для того, чтобы уравновесить данную ситуацию. Вот, например, пара американский доллар и японская иена открыли буквально за пару часов до нашего вебинара. То есть, опять же, я исхожу из того, что на общий тренд мы с вами смотрим четырехчасовой, да, не иной таймфрейм. Здесь сохраняется восходящее, да, вот это движение, вот это направление. Безусловно, здесь мы видим и локальные уровни, которые мы подошли с обратной стороны, от которых мы можем отбиться. Но вот пока здесь я привязываюсь непосредственно к четырехчасовому таймфрейму, как к основной идее, да, с точки зрения торговли. Опять же, мы здесь вот находимся в такой небольшой треугольнии, который мы сформировали. Первым рывком, да, первым рывком движения в мою сторону, это как раз было сегодня ночью, когда цена, вот, локальный максимум, да, мы здесь показали локальный максимум, вот дальше мы ниже, ниже. То есть, вот трендер сохранялось нисходящее движение. А сегодня мы закрепились выше максимальные значения, которые были сформированы в час, скорректировались к этому уровню, то есть, произошел ретест, да, ретест обратно к этому уровню. И вот здесь я получил для себя комфортную точку для входа, потому что, например, входить по локальным максимумам, там, вот, сегодня утром, да, вот там, в 9-10 часов было достаточно много. То есть, здесь я дождался коррекции и вот вошел для себя по более комфортной цене. То есть, не по локальным максимумам, а именно после коррекции. То есть, такой принцип тоже есть, когда уровень пробивается, коррекция к этому уровню, и вот от этого уровня условно, да, можно входить в сделку. А в довесок, да, то есть я, к сожалению, ну, может быть, не к сожалению, Я не смотрю более мелкие таймфреймы, мне проще поставить более мелкий таймфрейм и дальше уже ждать подтверждения. Я не знал, где оно становится в рамках часа. У меня стоит стоп-лосс, для меня важно, чтобы цена не ушла ниже этого стоп-лосса. Но если уйдет, то уйдет, стоп-лосс работает. Многие трейдеры могут это использовать таким образом, что, например, на 5-минутном таймфрейме, опять же, вот здесь у нас есть тренд, и вот когда цена все-таки дает подсказку, что начинает двигаться в сторону выбранного направления, открывает сделку тогда, когда появляется подтверждение на более мелком таймфрейме. То есть, опять же, мы посмотрели 4 часа, посмотрели час, и вот дополнительное подтверждение на 5-минутном таймфрейме у нас появилось. Но здесь для меня, в принципе, от этого уровня было достаточно интересно. Открыл сделку, стоп-лосс поставил за локальный минимум, ну и, собственно, тейк-профит здесь пока не стоит. То есть, здесь буду ожидать как раз, вполне вероятно, что произойдет выход из этого треугольника, и движение получится достаточно большим. Также альтернативно у меня открыт австралиец. Примерно точно такая же картина. По австралийцу было восходящее движение. Вот мы подошли к области максимальных значений, да, начали коррекцию, и локально также здесь я получил подтверждение. Цена закрепилась ниже минимальных значений, которые были сформированы вчера. Вот был ретест к этому уровню. Да, можно было войти лучше, да, можно было войти выше, но вошел там, где вошел. Цена меня устраивала, значит, я сделал все правильно. То есть, не всегда бывают какие-то идеальные точки для входа, да, и какие-то идеальные ситуации. Такая же точно картина, то есть, здесь сегодня через пару часов, я думаю, что все решится, да, то есть, был я прав или, ну, сработала торговая стратегия или нет, да, сработала торговая идея или нет, то есть, сам принцип, он не меняется, да, то есть, какие-то факторы, они могут это подтверждать, могут это опровергать, но вот я использую для входа именно такой способ. И по Новозеландску точно такая же картина, сегодня в нем закрепились. Вот стоим очень долго у локального максимума. Вот как раз выход из диапазона, да, который я рисовал. То есть, вот был локальный максимум, три раза к нему подходили. Сегодня был как раз рывок в сторону нисходящего движения и, опять же, первая попытка начала вот данного нисходящего движения, поэтому открыл сделку на продажу. То есть, вот опять же, те, кто, например, смотрит за рынком постоянно, то есть, вот здесь можно было войти более надежно, вот на этих свечах. Вот здесь, да, то есть, вот появилась фигура разворота, соответственно, вот на моменте как раз вот этого пробития можно было войти на несколько пунктов лучше, да, то есть, вот здесь появилась такая ситуация. Ну и, наверное, скажу то, о чем я буду присматриваться. Вот как раз сейчас по S&P, да, вот по S&P мы с вами видим, как раз возможно сейчас и получится открыть сделку. То есть, вот я за этой ситуацией тоже следил, тоже ее отслеживаю. То есть, вот смотрите, по S&P, очень быстро, не планировал я его разбирать, но тем не менее, давайте посмотрим, думаю, что будет достаточно интересно. То есть, вот S&P, по S&P мы находимся на локальных максимумах, да, локальный максимум мы обновили, но вот с точки зрения дневного таймфрейма мы получили вот такую свечу, да, опять же, длинное тело, точнее, маленькое тело и длинные тени. То есть, вот в такой момент как раз может произойти разворот. И вот цена начинает двигаться в сторону нашего нисходящего движения. Я думаю, что здесь я мог бы также открыть сделку с риском, ну, с достаточно небольшим риском. Давайте вместе это, вместе это и сделаем. Да, вот я прямо при вас. Ну, вот бывают такие ситуации, когда сделка появляется, и, собственно, я ждал сегодня этого пробития. Давайте вместе это посмотрим, да, то есть, как, вот я, например, это для себя делаю. В данном случае давайте посмотрим, какой риск у нас может быть. Сейчас я сделаю демонстрацию полностью всего экрана. Я думаю, что так может быть более наглядно. Сейчас должен быть весь экран. Вот поставьте плюсик, пожалуйста, если сейчас виден метатрейдер, да, если я переключился, и он у вас отображается. Поставьте, пожалуйста, плюсик. Супер, отлично. Что я хочу, да, то есть, вот смотрите, сейчас мы получили, вот с точки зрения часового таймфрейма, я получил фактически сигнал на пробитие. Мы закрепились ниже минимальные значения, которые были сформированы вчера. Вот свеча, это есть закрепление, сейчас может последовать какая-то небольшая коррекция. Давайте посмотрим, сколько будет у меня потенциальный стоп-лост. Ну, то есть, вот стоп-лост я буду убирать за этот уровень. Как правило, я беру двойной тройной спред в среднем по инструменту, да, в среднем по активу, как это смотреть. Вот, например, в обзоре рынка, в обзоре рынка здесь мы можем поставить информацию о, показать столбцы спред. Давайте найдем S&P. Так, не спред, а столбцы, промахнулся, да, вот спред. Спред мне нужен. И уберу время, да, то есть, время мне здесь не очень интересно. Сейчас я вот покажу, ну, такие, наверное, рутинные моменты, которые я уверен, что многие из вас делают, но раз у нас так совпало с временем стрима, то я думаю, что это довольно-таки интересно. Спред порядка 40 пунктов, то есть, где-то за 120 пунктов, для того, чтобы как раз вот случайно ценовое движение меня не забрало, я уберу мой стоп-лост. То есть, ну, вот, примерно по той точке, где мы сейчас стоим. 2, 8, 55. Давайте сделаем более точно. 120, 2, 8, 5, 3, 90. 2, 8, 5, 3, 90. Вобью сюда сразу же это значение. 2, 8, 5, 3, 90. Просто вообще интересно смотреть за всем происходящим. Поставьте два плюсика, если интересно смотреть. Ну, отлично. Да, то есть, вот, у меня есть уровень, куда я поставлю стоп-лост. Теперь мне нужно определить, каким объемом я могу себе позволить войти в эту сделку. Перехожу на сайт Admiral Markets. Здесь есть калькулятор трейдера, торговый калькулятор. Тем, кто не пользовался, вот тоже ссылку в чат скинул. Очень удобно, да, с точки зрения расчета непосредственно позиции. Здесь я выбираю, нахожу S&P 500. У меня была уже, кстати, самая первая сделка открыта на продажу, но вот в формате данного проекта, как раз по торговле на данном счету. И вот там как раз сделка была открыта по S&P на продажу. Там была закрыта прибыль, не такая большая, как я планировал, но тем не менее. И теперь рассчитаю, соответственно, риск. То есть точка входа, если мы берем текущую цену, это 28.18.47, 28.18.47. Это цена открытия, 18.47. Ну и цена закрытия, там, где мы ставим стоп-лосс, это 28.53.90. 28.53.90. Сделка у нас на продажу, да, то есть в сторону как раз вот основного движения. Нажимаю продать. И вот давайте посмотрим, сколько я могу получить убытка, если открою сделку одним лотом. Это 31 евро, это очень много, поэтому я, то есть это получится порядка 3 процентов. Это достаточно много, я не буду рисковать здесь больше, чем даже меньше 1 процента я поставлю. Давайте попробуем 0,02 лота, а потом, если что, буду наращивать просто эту данную позицию, потому что обновили, да, локальный максимум, и это достаточно много. То есть вот объем 0,2, 0,2. Да-да-да, ну я по привычке. То есть 2,2, вот в принципе, достаточно оптимальный объем. Сейчас цена еще немного подросла, но, тем не менее, сейчас я поставлю все параметры. Спасибо, Максим, за подсказку. 0,2 лота. А стоп-лосс я поставлю на 0,2853, 0,2853, 0,90. И открою сделку на SEL на текущий момент. Вот здесь по рынку. Все, сделка открыта. 0,02 лота. Стоит стоп-лосс. Торговые уровни, ну, собственно, все отображаются. И вот это вот как раз, ну, пример того, как цена может, ну, вот мы получаем сигнал, потому что до этого тот рост, который был, который я отслеживал, он не давал фактического подтверждения начала вот данного нисходящего движения, то, что цена начинает двигаться. Потенциал, например, по данной сделке, то есть, опять же, в сторону сохранения вот данной нисходящей формации, данного нисходящего импульса, он достаточно большой. То есть, тут я рискую 6 евро, а на выходе могу получить порядка 16, да, то есть, полтора процента, что я считаю довольно-таки интересно. Ну, вот таким образом, пройдя, там, те этапы, которые мы сейчас с вами прошли, мы, вот я рассказал, как это может происходить. Если вам интересно будет дальше следить за тем, как происходят дела с этой сделкой, да, то рекомендую подписаться на наш YouTube-канал и попробовать выиграть как раз книгу, если вы этого еще не сделали. То есть, я вот, будет следующий понедельник, ну, прошу прощения, в эту пятницу, да, утром, уже тоже сделаю разбор того, что уже было, какие ситуации произошли и что у нас поменялось. Также подписывайтесь на мой профиль в TradingView, туда я буду публиковать сделки. Ну, вот сейчас вы об этой сделке узнали раньше, да, чем она там появилась. Ну, вот я этой ситуации ждал, и, собственно, сейчас было как раз время ее разобрать и осветить. Ну, вот там максимально все сделки, которые я публикую, те, которые произвожу, которые буду производить, они будут храниться там, то есть, ну, вот такая летопись, то есть, мой торговый дневник, да, то есть, что я происхожу, там есть краткое описание торговой идеи и непосредственно информация по данной сделке. Ну, что ж, коллеги, вот, наверное, по основной части, чуть дольше она у нас получилась, мы завершим, да, сейчас мы можем перейти к вопросам, буквально несколько минут. Те вопросы, которые появились в рамках текущей темы, да, до текущего момента, поставьте, напишите, пожалуйста, в комментариях, какие у вас есть вопросы, и давайте буквально несколько минут. Раз, 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 все ли хорошо со звуком? Отлично, да, ну, да, звук появился, поэтому напишите, пожалуйста, те вопросы, которые у вас есть, те, которые относятся к теме данного вебинара, да, и также очень большой помощью являются предложения ваших тем, вы также можете написать те темы, которые вам, если у вас нет вопросов, да, если у вас нет на текущий момент вопросов, напишите тему вебинаров, которые вам хотелось бы разобрать, я помню, вот Максим предлагал серию вебинаров по, не просто, по трейдерам, да, то есть, ну, конкретно история трейдеров, мы обязательно, Максим, это сделаем, я помню ваше пожелание, мы обязательно сделаем такой серию вебинаров, но если у вас есть что-то еще дополнительное, то, пожалуйста, напишите. Евгений задает вопрос, при определении трендов, сколько свечей учитывать в окне терминала? при определении тренда, сколько свечей учитывать в окне терминала? Очень хороший вопрос, надеюсь, что я его правильно понял. Скажем так, в поле зрения должно попадать максимальное количество свечей, которое возможно. Что это значит? Вот, например, я просто делаю уже, ну, какие-то вещи, ну, практически автоматически, поэтому, может быть, и не обращаю на это внимания. Вот мы с вами смотрели евро-доллар, не этот, а вот этот, да, евро-доллар. Если мы смотрим с вами, приближаем довольно-таки крупно, да, то есть, например, вот так, мы, конечно, видим, что тренд нисходящий, но какая-то его часть пропадает, да, то есть, во-первых, я вот порекомендовал всем, во-первых, свечи настроить таким образом, чтобы было видно очертание, да, то есть, это белая свеча или черная, и вот не приближать, ну, прям супер близко, потому что очень большая часть картинки, она просто теряется. То есть, вот так, то есть, если самое минимальное, которое есть, один раз на плюс, два раза на плюс, и вот это значение использовать. То есть, вот сколько попадает в график, тем, ну, тем, на мой взгляд, интереснее, тем, на мой взгляд, лучше. Но, опять же, определить тренд мы можем только по признакам. Но если это тренд, то должен быть, по крайней мере, один импульс, коррекция, импульс, да, то есть, вот эти три составляющих. Да. Если я ответил на ваш вопрос, то поставьте плюсик, и также жду вопросы от других участников, от наших слушателей, которые сейчас находятся здесь. ФРС, ну, по ФРС, что ожидать? Ну, с точки зрения процентных ставок, да, то есть, вероятность ее повышения, она стремится к нулю, да, 98% за то, что ставка останется на прежнем уровне. А повышать ее, там даже нет такого варианта, да, вот на FedWatch2, например, на инструменте, который предоставляет торговлю фьючерсом на процентную ставку, там даже нет такого ожидания, что повысить. Его могут понизить, но это 1,3%, насколько я помню. То есть, скорее всего, он останется на прежнем уровне, и какие-то сильные движения не увидим. То есть, мое ожидание в том, что движение как раз продолжится в сторону основного тренда, то есть, рост американской валюты продолжит свое движение. Соответственно, и индекс S&P 500, да, то есть, который на фоне данного роста снижается, продолжит снижаться. То есть, вот моя торговая идея, торговая ситуация заключается в этом. Хорошо, коллеги, если на текущий момент, да, вопросов нет, да, вот вижу еще вопрос от Евгения. Какого размера должен быть импульс и коррекция? Ведь их можно нарисовать более крупными, так или более мелкими. Все зависит от таймфрейма. То есть, здесь, опять же, импульс-коррекция, он ищется на определенном таймфрейме. То есть, должны соблюдаться какое-то универсальное значение. То есть, например, то, что я еще использую, вот как дополнительный пример, да, вот у меня вот эти линии, там, синяя линия, красная линия, это стандартный индикатор, который есть в Метатрейдере, который есть в Метатрейдере, называется, он находится в разделе пользовательский, называется ZIGZAG COLORED, ZIGZAG, который окрашивается в красный и, соответственно, синий цвет. То есть, он несколько визуально дает вот эту помощь, чтобы не расчерчивать за каждый день. Но, опять же, да, вот с точки зрения, например, дневного таймфрейма, то все более понятно и более наглядно. То есть, вот когда мы с вами смотрим четырехчасовый таймфрейм по евро-доллару, то тут вот мы берем вот это все движение, которое у нас здесь есть. И оно, там, несколько лет назад могло быть меньше. То есть, вот здесь мы с вами видим, само соотношение, сама волатильность, она снижается. Фред, да, Фредерик, то есть, ведущий проекта трейдер Алекс. Я думаю, что сейчас он пока в небольшом отпуске, находимся в творческом. Но я думаю, что мы в ближайшее время также возобновим и стримы, и вебинары, и скоро это будет. Ну, к сожалению, пока у меня нет определенного подтверждения по времени, но я думаю, что скоро мы это сделаем. Спасибо, что об этом тоже напомнили. Хорошо, тогда на сегодня будем прощаться. Всем спасибо за внимание, спасибо за участие на нашем вебинаре. Будем ждать вас на следующих. Смотрите наши трансляции на YouTube-канале, следите за каналом TradingView. Всем желаю хорошей торговли, системной торговли, и она, соответственно, будет давать результат. Всем спасибо за внимание и до свидания. Продолжение следует...